Причин, связанных с безопасностью для закрытия атомной электростанции в Германии, не было. Такое мнение высказал управляющий директор американской энергетической компании Radiant Energy Group. Марк Нельсон отметил, что это признали немецкие политические лидеры из числа противников атомной энергетики. Подробности в следующем материале. Атомная эра в Германии, длившаяся больше 60-летий, завершилась в апреле 2023 года. Тогда в стране отключили три последние АЭС. Такое решение власти приняли в пользу экологии и безопасности. По результатам опроса, проведенного социологическим институтом ЮГОВ, почти две трети немцев выступили против. Мне кажется, это было очень поспешным решением. В нашей стране много промышленных предприятий, для которых система электроснабжений важна, поскольку там идет большое потребление электроэнергии. В самые короткие сроки необходимо перейти к одному решению. Касательно альтернативных источников вопросов много. Тут вопрос скорее не в экологии. Насколько мне известно, воздействие АЭС на окружающую среду гораздо меньше по сравнению с другими электростанциями. Вопрос в том, что для эксплуатации необходимо сырье. Это важный фактор. Сама Германия не располагает таким большим количеством сырья. Вот почему мы используем энергию ветра и солнца. Я бы хотел, чтобы в стране функционировала электростанция KKI-2. Она считается самой безопасной во всем мире. Нам не стоило сразу отказываться от атомной энергии. Сначала надо было полностью взвесить все плюсы и минусы. По словам управляющего директора американской энергетической компании, выбросы угольных электростанций составляют почти тысячу граммов углекислого газа на киловатт-час выработанной энергии, тогда как газовых — 400 грамм на киловатт-час. Марк Нельсон отметил, возобновляемые источники энергии намного чище, но мнение о том, что они не оставляют углеродного следа, ошибочное. Все зависит от того, где вы устанавливаете электростанцию и откуда вы поставляли части для ее установки. Если купить солнечную панель, например, из Китая, где изготавливают подавляющий объем всех солнечных панелей в мире, установить ее в место, где мало солнечных дней в течение года, то за 25-30 лет эксплуатации эта солнечная панель будет иметь интенсивность выбросов углекислого газа от 20 до 100 грамм на киловатт в час. Аналогичный показатель ветряной электростанции составит от 5 до 25 грамм на киловатт в час. Теперь сравните. Самые чистые действующие АЭС имеют уровень интенсивности выбросов углекислого газа 2-2,5 грамма на киловатт в час в течение всего срока службы. Закрытие АЭС сказалось и на экономике страны. После вывода из эксплуатации ядерных реакторов в Германии выросли тарифы на электроэнергию. По подсчетам эксперта, не закрывая атомные электростанции, ФРГ могли бы сэкономить десятки миллиардов евро. Речь не только об эксплуатирующих станции и компаниях, но и о потребителях. В период исторически низких цен на ископаемое топливо, цены на электроэнергию в Германии были от ними из самых высоких в мире. Причина заключалась в том, что Германия искала гораздо более дорогие альтернативные источники энергии, чтобы попытаться заменить АЭС. В конце концов, когда были закрыты последние АЭС, в Германии наступил энергетический кризис. Отказ от ядерной энергетики в лучшем случае частично, а зачастую и полностью подразумевает отсутствие понимания взаимосвязей между источниками энергии, которые Германия использует для обеспечения своей экспортно-ориентированной промышленной экономики. По словам эксперта, не закрывая АЭС, в стране также могли дать толчок промышленности для дальнейшего развития и локализации производства.